Итак, прямо сейчас мы будем смотреть на секретную анимацию Ножа Бабочки. Действительно ли броня в ММе защищает от гранаты? Могу ли я услышать, как противник прицеливается с АВМа? С чем быстрее бежать? С Тэг Найном или с 5-7? Что будет, если я кикну всю свою команду из матчмейкинга? Лайк плюс подписка, ровно большая писка. Ребят, хотел бы вам порекомендовать новый сайт SteadyDrop. На этом сайте появилась новая функция контракты, а также вы можете выбить крутые арканы по самым низким ценам. Также на сайте есть 4 бесплатных кейса, а при авторизации вы получаете халявных 10 монет на свой баланс. SteadyDrop, открывай кейсы с удовольствием. Итак, прямо сейчас мы проверим, что будет, если я кикну всю свою команду из матчмейкинга, то есть из соревновательного режима. Как вы видите, сейчас уже найден соревновательный режим, это открытое лобби, и прямо сейчас я буду кикать всех своих тиммейтов, и мы проверим, что же будет, когда я кикну всех. Действительно ли я останусь один? Смогу ли я сам себя кикнуть? Итак, начинается игра. Мы играем в ММ, соревновательный режим, открытое лобби, и начинаем кикать первого нашего тиммейта. Выбираем любого, нажимаем выгнать, окей. И голосуем все за то, чтобы выгнать этого тиммейта. Итак, проголосовало 4 человека, и он автоматически кикается из лобби. Первый человек отлетает просто сразу же, и мы посмотрим, что будет, когда я кикну всю свою команду. Итак, начинаем кикать второго человека. Выбираем раз, выбираем два, нажимаем выгнать и окей. Итак, у нас пошло голосование на выгонение второго человека. Выгонение, что я сказал? В общем, мы выгоняем второго человека из лобби, и все, все проголосовали втроем, и он улетает из нашего лобби, и мы идем дальше, смотрим, что дальше будет происходить. Итак, осталось 3 человека, и сейчас мы кикаем третьего по счету. Раз, два, три. Нажали кикнуть, и у нас началось голосование, и мы кикаем его, мы вдвоем его выбрали кикнуть. И, видимо, он умирает, в том плане, что все, эта каточка для него конечная. И он кикается, среди просит, нет, нет, пожалуйста, не надо, но, к сожалению, он вылетает из этой катки, и нас останется сейчас двое. Итак, нас осталось двое. Интересно, смогу ли я кикнуть человека, когда нас двое? Нажимаем, выбираем, выгнать. Да. И, походу, ничего не происходит, я не могу кикнуть последнего. Так. Да. Попробуй меня кикнуть, попробуй, попробуй, лорд. Сможешь ты меня кикнуть или нет? Я не могу вообще, я не могу последнего кикнуть. Так, он пишет что? Нельзя. Все, окей. Поняли? Теперь я понял. Оказывается, когда ты остаешься вдвоем с тиммейтом, кикнуть нельзя. Оказывается, максимально кикнуть можно трех человек из лобби, и, к сожалению, миф наш опровержен, но это достаточно очень интересный миф. Я думаю, вам тоже понравилось, потому что реально очень интересно было знать, что же произойдет, если кикнуть всех своих тиммейтов из лобби. А мы идем дальше. Лайк плюс подписка равно большая писка. Итак, прямо сейчас мы проверим, с чем быстрее бежать, с Тек-9 или с 5-7? Вот у одного в руках Тек-9, у второго 5-7, и их задача будет от этой точки добежать вот до этой вот двери. Да, вот именно до этой вот двери. Мы посмотрим, кто быстрее из этих двух людей добежит до этой двери и войдет в эту дверь. Итак, считаем на трех и смотрим, кто быстрее. Раз, два, три! Побежали, 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 побежали. Смотрим, кто быстрее. Смотрим, 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 и, 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 и... Черт возьми, они реально одинаково бегут. Тут просто идентичная скорость. Если вы заметили, я прям вместе с ними бежал, смотрел. У них реально одинаковая скорость. Я, честно говоря, думал, что 5-7 немного быстрее, потому что как бы по физике он такой немного компактный, что ли. А Тек-9 он такой побольше оружия. Но все равно одинаково. Что с 5-7, что с Тек-9 бегать одинаково. А мы идем дальше. Лайк плюс подписка равно большая писка. Итак, прямо сейчас мы проверим, могу ли я услышать, как противник прицеливается с АВМа. Как вы знаете, вот у меня, допустим, есть АВМ. Я прицеливаюсь и, слушайте, слышен звук прицеливания, да? Слышите? Слышен звук прицеливания. А теперь мы узнаем, услышу ли я звук прицеливания противника. Давайте, пацаны. Слышно, да? Так, а теперь встаньте за стену, я попробую за стеной услышать вас. Встаньте за стену, да? А теперь, стоп, стоп, стоп. А теперь прицельтесь ровно один раз сейчас. Вы слышите? Маленький-маленький звук, он слышен. Но он очень маленький. Запомните этот звук, просто запомните. Давайте еще раз. Прицеливайтесь. Это звук прицеливания. Звук прицеливания с АВМ-а противника. Если вы слышите этот звук, бегите. Просто бегите в разные стороны. Потому что это звук прицеливания АВМ-а. А мы идем дальше. Лайк плюс подписка, ровно большая писка. Итак, прямо сейчас мы проверим, действительно ли броня в ММ-е защищает от гранаты. То есть, у нас два человека. Один из них купил броню. Максимальный комплект брони за тысячу, тысячу баксов. Второй из них не купил броню. И сейчас мы кинем гранату между ними, ровно между ними. И посмотрим, сколько у них снимет хп. Так, смотри. Ты не покупал броню, правильно? Так, ты не покупал броню, а ты купил ее, правильно? Правильно, все. Так, смотрите, ровно, прямо, вот прямо на эту стену, смотрите. Чтобы, да, вот так, идеально. Смотрите, я кидаю ровно между вами, между вами гранату. А вы напишите, сколько у вас осталось хп. Так, смотрим. Сколько у вас осталось хп, пишите. Бау. Итак, сколько у тебя хп? Так, я уберу даже себя. Так, 44 и 30. Так, стоп. У тебя, у тебя была броня, правильно? 44. Да ну, реально что ли? То есть, действительно, реально, броня защищает от гранаты. У него осталось 30 хп, у него осталось 44. То есть, у того, у кого была броня, у него осталось больше хп. И его хп, как бы, сохранились благодаря броне немножечко. Поэтому миф подтвержден. Броня действительно защищает от гранаты. Поехали дальше. Лайк плюс подписка, ровно большая писка. Итак, прямо сейчас мы будем смотреть на секретную анимацию ножа бабочки. И проверим, действительно ли она вообще существует. Мне написал мой подписчик и сказал, что он видел анимацию секретную ножа бабочки. Я не знаю, правда это или нет, но он сказал, что он на паблике видел реально анимацию секретную ножа бабочки, когда смотрел за чуваком, который бегает с ножом бабочкой. Так вот, прямо сейчас мы проверим, действительно ли есть анимация на нож бабочку. Ребят, мы потратили около часа, мы крутили эти бабочки примерно час. Пытались словить анимацию, но у нас за целый час. Ни разу, ни у меня, ни у кента не получилось словить анимацию секретную на нож бабочку. Честно говоря, это такой сомнительный миф, он вроде бы неправдивый, а вроде бы и кто знает, может быть действительно за час у нас просто не получилось словить эту анимацию. Но скорее всего, я могу вам сказать, что это миф опровержен. И на нож бабочку секретной анимации пока что не существует. Но если вы видели секретную анимацию, если у вас есть какие-то пруфы, вы обязательно можете мне скинуть в мой ВК, ссылка на мой ВК есть в описании. Всем спасибо большое за просмотр, всем пока-пока, ребята. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.